Моим собеседником сейчас будет Юрий Деревянко, народный депутат Украины, позафракционный и член партии ВОЯ. Здравствуйте. Доброе утро. В 4 утра 25 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2016 год. За закон о государственном бюджете Украины проголосовало 263 народных депутата. Вы голосовали против. Вы голосовали против. Да, вы голосовали против. Но человек, который посередине, премьер-министр Арсений Ясенюк, он записал видеообращение, ну, как каждую неделю он делал 10 минутки такие с примером, где он о бюджете говорит следующее. Я в первую очередь хотел бы высловить слова подяки народным депутатам Украины, які разом с урядом знайшли все компромиссы и взяли на себе политичную ответственность за долю Украины. Это фракция Народного фронта, это фракция Блоку Петра Порошенка, это отдельные депутатские группы и народные депутаты Украины, которые осуществляли свою ответственность перед страной, свою ответственность за майбутнюю Украинскую державу. Экономическое взросление заплановано на уровне 2%. Мы увеличиваем социальные стандарты для граждан Украины двече протягом года. Общий объем такого увеличения будет 12%. Первый раз социальные стандарты будут подняты в травм году, второй раз социальные стандарты будут подняты в грудь. Наша основная мета в бюджете 2016 года была, конечно, экономическая стабильность, поддержка национальной безопасности и обороны, увеличение финансирования субсидий и дать дополнительный ресурс для органов местного самовредования и объединенных территориальных громад. Лосwiad được финансировал в полностью связи новоизведенные антикоррупционные органи. М actu와 argue о Антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюре. На Антикоррупционную прокуратуруbas total ca chapter 74 миллиона привезли на examining Canyon target ceither дохода национальный антикоррупционный бюро подоброж use unprecedented кредитинговый бюро. На andere익 изwash дан 평ровlich должен быть более полножico миллиардов рублейこと. В п finans sche antibodies предоставляется еще пол изOSE���朝и на инвестиционные проекты, как центрального и местного уровня. В первом бюджете предбачена сумма финансирования на наш братний крымско-татарский народ. 60 миллионов гривен уряд выделяет на финансирование Меджелесу крымско-татарского народа. Мы поддерживаем национальную книгу и поддерживаем национальное кино. И в этом бюджете выделены деньги как на друк украинской книги, так и на качественное украинское и популярное кино. Сейчас зарегистрировано в Донецке. Да, вот видео закончил, мы просто тут начали говорить про коррупционную схему, но вы об этом поговорите, когда мы поговорим про штраф, который наложил Национальный банк Ощадбанку. То есть Национальный банк Украины оштрафовал на 3 миллиона гривен Государственный банк Ощадбанк за, ну, узнаете чуть позже, за что. Вот, в принципе, слушаешь Арсения Петровича, вроде все замечательно. Правда, не слово про образование и медицину, что, конечно, тревожно. Но вот, почему вы голосовали против? Вот, кстати, вот то, что вот напротив вас, это есть текст бюджета, который был принят 25 декабря. Да, давайте все по черту. Значит, вы слышали, как премьер-министр, звертаясь до граждан Украины, подякав, в первую очередь, двом фракциям влади, Народному фронту и блоку Петра Порошенко, и очень деликатно подякав еще и другим народным депутатам, которые на себя взяли ответственность за долю Украины. Я хотел бы пояснить нашим телеглядачам, что, во-первых, уряд на цей заставке, який есть, уряд створен коалиційно четырьмя депутатскими фракциями, из которых только двое голосовало за урядовый бюджет. А те другие люди, которым он дякал, это бывшие регионали, которые голосовали за законы 16 сечня, это две депутатские группы, и те народные депутаты, позафракционные, которые погодились отримать от Уряда на свои округи какие-то певные гроши в размере от 10 до 20 миллионов гривен на округи для того, чтобы поддерживать этот бюджет, который в данном случае предлагал уряд. И, как вы понимаете, он предлагал, в первую очередь, цей бюджет тим фракциям, которые формовали этот уряд. А вот так сталося, что те регионали и те группы, которые постоянно были в опозиции до премьера, мабуть, так само за таким самым принципом зацикавленности, виявились такими, которые поделили и разделили ответственность политическую за долю Украины, как говорит премьер, в наступный рік. Поэтому, безусловно, мы не могли голосовать за этот бюджет, который, на думку премьера, является бюджетом развития, а реально он не является бюджетом развития. На думку премьера, он является бюджетом, который защищает граждан, а насправді он абсолютно их не защищает. И сейчас я крок за кроком объясню, почему я так думаю. Ну, первое. Первое, тут закладываются только такие показники, которые, на наш повод, абсолютно нереальными. Потому что, вы вдумайтесь, податок на прибуток, если в минулом году закладывался 33 миллиарда гривен, то в этом году закладывается 47 миллиардов гривен. То есть больше. Податок на прибуток. Больше. Больше в полтора раза. Это означает, что экономика у нас упала, и ОВП у нас упал просто жахливо в этом году и продолжает падать. Премьер, каже, что у нас будет ожидать 2% зростания. Ну, возможно, они пораховали, что такий способ податки, надходжения прибутки, збільшаться и податки будут збільшаться. Хотя на улице мы бачим, что все происходит ревнонопоки. Наступное питание, которое касается, в бюджете закладывалось на этот год 39 миллиардов гривен от ренты за газ, а в минулом году было 22. С великими рентными платежами, много было критиков на эту тему. И виявляется, что заклали в полтора, майже в два раза больше надходжений от ренты, но это означает, что уряд хочет снизить ренту. Не сразу, а снизить и поступово. И за логику уряда, это у нас должно быть вдвече больше видобуток газа, выходит. Или начнут платить, не знаю. А как можно платить, если рента была высокая, и будет высокая... А что скрывали может быть? Я не знаю. Ну, это так же. Дальше, наступный. Закладывается 1,5 миллиарда гривен доходов по бурштину. Ну, бурштина, это янтарь. Значит, будет в наступном году. Закон про видобуток и легализацию буршна у нас не существует. У нас его просто нет. А что это виртуально? Потому что уряд, теоретично, мабуть, планует на начале года ухвалить такий закон, и только после этого будет надходжение. Это на рахунок того, что это реалистичные или не реалистичные показники. Дальше, на рахунок, он есть экономичного развития или не развития. Если сравнивать с прошлым годом, то мы имеем на видатки развития в минулом бюджете это было 7,8%, а сейчас это 6,3%. То есть, сокращение майже больше, как на 5% видатки и развития. Это, где бюджет действительно развивается. И наоборот, там, где есть поживание, то в минулом году это было 91,9%, сейчас это 93,5%. Теперь, он не только не будет бюджетом развития с экономической точки зрения, он даже не является бюджетом развития с точки зрения социальной, с точки зрения освещения, с точки зрения гуманитарной. Потому что на следующий год, в который мы заходим, уряд подбал про то в лапках, чтобы батьки платили за дошкольное, позашкольное вихование, позашкольное навчание детей. Если раньше деякие гуртки, деякие центры творчества дитячие, которые частково финансировались за рахунок бюджета, сейчас они не будут финансироваться. Принаймні, из государственного бюджета. Цей тягар на себя має взятие местные бюджеты в разе, если там гроши будут. Поэтому это принципово неприятные вещи. Мало того, уряд очень чётко и открыто сказал, что те школы, которые имеют меньше 25 ученей, не будут финансироваться взагалі. И освещение, то есть они должны закрыться. А когда ученик едет? И освещение, при этом, так само за рахунок этого скорочено. Мало того, уряд не подбал за то, чтобы забезпечить такими населенные пункты, или другие суммежные населенные пункты, еще не менее дитячими автобусами, шкільными для того, чтобы эти детей можно перевозить. И эта проблема має вирішиваться так само за рахунок органов, местного саморядования, местного бюджета. Теперь, когда мы говорим про социальные стандарты, как наши люди будут прекрасно жить. Уряд говорит про то, что будет вдвече подвищиваться державный стандарт. Сейчас на 56 грн. с 1 сечня будет подвищиваться минимальный прожитковый минимум, при том, что инфляция рекордная в этом году, это 44%. Минулого года 25%, в этом году 44%. Это официальная инфляция Минстата. Если мы говорим про рост цін и про то, что произошло за последние два года, то мы чудово понимаем, что это более 100% роста цін, даже больше. Поэтому мы можем точно сказать, что эти 5%, которые уряд предлагает подвищить минимальный стандарт, минимальный прожитковый минимум, он не то, что не соответствующий, он абсолютно не конституционный и незаконный. Уряд не говорит про то, что этим законом про бюджет, он не выполняет вимогу закону про индексацию. Она и призупинена, потому что вимога закону про индексацию, это так же часть Конституции, которая защищена Конституцией. Уряд обязывает щороку индексировать минимальные зарплаты на уровень инфляции. В этом бюджете этого нет. В этом бюджете просто вказается, что с 1 сечня будут установлены минимальный прожитковый минимум, такой, а 1330 гривен, а с 1 сентября 1399 гривен, не индексируя при этом никакого ничего. Инфляция, если не ошибаюсь, была заложена в 12%. Ну, это опять-таки на бумаге. Ну, инфляция на минулий рік, на этот рік, который минает, так же было закладено не 44%, а было закладено в межах 20-25%. Два раза больше. По факту, мы видим, что это в два раза больше. Поэтому абсолютно точно, что этот бюджет будет бюджетом очень тяжелым. И рік будет достаточно тяжелым для большинства, которые сегодня не имеют возможности за те дребезковые гроши, которые получают ни леки купить себе, ни продукты харчевания, ни за комунальные послуги заплатить, ни за что иное. Я думаю, что мы, несмотря на то, что голосовали против, но мы очень активно боремся за то, чтобы еще больше не нормальных, неадекватных норм из этого бюджета выкинули из законов, которые сопровожили бюджет. И, насправдь, нам это удалось. Но несмотря на то, что мы это выкидали, я считаю, что этот бюджет поддерживать в таком случае не можно. И даже то, что те притомные народные депутаты, которые входили в фракции и коалиции, которые формировали этот уряд, его так же не поддерживали. Это и заявление о том. Вот смотрите, очень много цифр вы назвали. И, в принципе, люди воспринимают намного меньшее количество цифр, чем мы здесь назвали. Дело в том, что вы уже рассказали, как раз пока мы показывали видео с Арсенем Яценюком, что вот этот текст проекта бюджета, то есть уже принятого, то есть это вот странички А4, да, с двух сторон, то есть там таблицы, там тысяча-тысяча цифр. Вам раздали за полтора часа до голосования. Ну, знаете, это вообще прогресс. Если в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году... А как вы вообще принимаете анализы? То есть я не могу понять, как это делать? Друзья, если еще в прошлом году, ладно, больше ни за что, то в прошлом году это суттевый прогресс. Потому что уряд целый год працювал. И за полтора часа раздали депутатам этот документ, который, ну, перечитать и усвязать, что тут написано, ну, в большинстве это неможливо. Да, именно. Виключно, коли мова йшла про аналіз, подкреслю, про аналіз того проекту, який був ще гірший, чем те, что зараз ухвалили, вот, виключно, коли мова йшла про аналіз, то ми старалися відловити чи відплиткувати ті всі ганебні речі, які просто були категорично неприйнятні. І ми йшли практично тільки по цих речах, розуміючи, що часу на те, щоб це голосувати не было. Ну, я вважаю, що це взагалі був бюджет прийнятий з елементами політичної коррупції, тому що гроші, які давалися депутатам або мажоритарникам, якщо вони позафракційні, або фракціям чи групам. Я маю на увазі бюджетне фінансування на їхні округи чи на якісь там певні їхні програми, чи на якісь інші. То есть деньги давались не лично, не знаю, там, депутату или фракции, а давались на округ. Ну, если ты мажоритарщик. Ну, в принципе, то тоже коррупция, потому что, если ты збираєшся з того округа, то есть ты показываешь какой-то результат в следствии какого-то компромису. Ну, вы розумієте, що вам гроші пропонують заплатити чи профінансувати там школу чи дитячий садочек на округе не тому, що бюджет хороший, а тому, що він поганий, і за будь-яких інших обставин ви б за нього не голосували. Але вас стараються купити в такий спосіб для того, щоб ви закрили очі на ті речі, які непринятні, а з нього проголосували. Вот смотрите, Юрий, вот вы председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органам государственной власти, то есть в том числе Верховной Рады. И в принципе это является подкомитетом комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и в себе коррупции. То есть вы боретесь с коррупцией именно в Верховной Раде. Вот вы можете вот так вот прикинуть, какая сумма, сколько потратили, как вы сказали, из коррупции, да? Вот сколько потратили на коррупцию для того, чтобы был принят этот бюджет? И откуда идут эти деньги коррупционные? Это из бюджета, это из каких-то черных касс? Ну, просто многие говорят, что деньги платились. Вы можете пораховать, если все депутаты от БГП проголосили, их 150 в фракции, а на самом деле их на много меньше, я думаю, где-то 120, 130 проголосов, 110 проголосовало, плюс Народный фронт 80, это разом 190, а голосов было 263. То есть это означает, что где-то приблизительно 70 народных депутатов голосовало других. Если вы возьмете 70 народных депутатов и умножите эту цифру, что не меньше, на 10 миллионов, то вы получаете сумму... 10 миллионов чего? ...10 миллионов гривен. Это минимум, это от 10 до 20 миллионов гривен. 700 миллионов гривен, получается. Это або 700 миллионов гривен, або 1,5 миллиарда гривен, которые уряд взял обязанное заплатить або на певные округи, або на певные какие-то государственные бюджетные программы, где те или иные депутаты народные, а вы понимаете, что половина склада парламенту это те люди, которые имеют какие-то отношения к бизнесу, к каким-то программам, которые бюджет, в том числе, поддерживает, или прямо чего посередковано будет, будет финансировать. Вот и все. Поэтому это однозначно элемент певной политической коррупции, который был присутствием подчас ухваления этого бюджета. Получается, 700 или 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета, который принят, пойдут на то, чтобы оплатить вот эту услугу, как вы говорите, ну, то есть голосование за госбюджет. Печально. Ну, если это так, это на самом деле, вот у вас есть, по идее, все инструменты, чтобы попытаться это доказать. А потом обратиться в НАБУ. Вы это не можете довести, потому что это дискуссия, разговоры подчас голосования в зале. Вы же почули, что сказал премьер-министр, про то, что люди взяли на себя ответственность. Політичную ответственность не взяли на себя точно. Да, но тогда получается что-либо. Особливо все те, и другие. По факту, это выглядит так, как, про что мы сейчас говорим. Вот, и, ну, ну, жоден из депутатов, який за это проголосовал, вам не скажет, что он отримал. Но вы можете это выслідкувать. Вы можете, как журналисты, выслідкувать, или на тот или иной округ, не дошли кошти, или не дошли. Или были какие-то объекты на сумму от 10 до 20 миллионов реализованы, или нет. Вот, во время выступления премьер-министра, мы с вами говорили о разных коррупционных потоках. Вот, кстати, о коррупционных потоках, что я обещал рассказать, что Национальный банк Украины штрафовал государственный шатбанк на почти 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами ФИН-учреждения. Законно при осуществлении перевода 40 миллионов долларов, не гривен, 40 миллионов долларов в интересах народного депутата Игоря Котвицкого от Народного фронта, который является бизнес-партнером министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ну, это говорит депутат и бывший коллега от блока Петропорошенко Сергей Лещенко. Да, ну, что вот это имеет, что здесь как-то замешан или не замешан министр внутренних дел. Изначально говорили, что, может быть, это слухи, не слухи, но сегодня Валерия Гонтарева, глава Нацбанка, подтвердила, что действительно оштрафован государственный банк на 3 миллиона гривен. То есть, кому-то помогли вывести 40 миллионов долларов, а теперь государственный банк, ощадный банк, который, в принципе, принадлежит, значит, всем налогоплательщикам, по большому счету, будет платить 3 миллиона гривен государственную казну за правонарушение. Вот, какие будут последствия для господина Пышного, который является главой Ощадного банка, и если не для него, так, по крайней мере, для его подчиненных. То есть, что им грозит? До того, как у нас происходит борьба с коррупцией, задекларована урядом, а на самом деле, я думаю, что в многих случаях, и по на этих фраз наводите, и по тех фактах, которые мы имеем на месте сегодня, и завтра, я думаю, он будет яскраво проявляться. Я обойскому расскажу, говорить про то, что в ней очолюют, чем борются с ней. Но мова идет про Ощадный банк. Безусловно, голова правления Национального банка, мабуть, безусловно не ставил никаких подписчиков на этих документах, которые стосуются незаконного перерахования коштей. Поэтому будет найдено и козьол отпущение. И будет найдена Та особа, которая поставила Цей подпис И безумовно мы маем Втрати Державного банку И какая службовая особа За это будет нести Певную ответственность Чи будет за это нести ответственность Вищие керевники банков Думаю, что у снивказинки То только это возможно при одних умовах Если под час досудового расследования Если эта справа будет Скажем, в национальном антикоррупционном бюро То и такие люди будут давать Отповедные свидетельства Только в этом случае Есть какая-то неимоверность Притягнуть до ответственности Больше высокого керевника и посадовца Смотрите, если окажется правдой Что эти 40 миллионов Которые вывели в офшоры Принадлежали Игорю Котвицкому Из Народного фронта Но господин Пышный Он не в Народном фронте Но это человек, который очень близок к премьер-министру К Арсению Яценюку Который является лидером Народного фронта То есть здесь получается конфликт интересов на лицо И если это все подтвердится Ну, тогда Сможет ли он остаться при своей должности? Ну, это вы говорите про то, что Это коло певных друзей Певных людей, которые объединены спильным интересом И, безусловно, они один одного будут покрывать Я думаю, что это хороший кейс для того, чтобы Национальное антикорупционное бюро Заняло с этим расследованием И, соответственно, довело те, про что вы говорите Правомирно или неправомирно Нацбанк дав свою оценку, уже оштрафовавши Питание только о ответственности тех людей Яки порушили валютное законодательство А вы как народный департ Будете требовать о ставке господина Пышного? Даже если он не при чем? Просто это выглядит подозрительно Если есть порушение, то, возможно, будь-який чиновник должен тегать Это будет безумно Расскажите про эти два случаев, которые вы мне говорили То есть там полтора миллиарда и что-то Вы знаете, это вообще кричащий випадок Когда мы, как государство Украина Продали свое право японцям По Международной конвенции По так званому Киоцькому протоколу Про право на парниковые викиды И отримали гроши За эти мои права на парниковых викидях И складывается дивная ситуация Что уже больше, как два Больше, как два года Беремо тот период часу После Революции Гидности Когда мы отримали новый уряд Начали с Арсеном Петровичем Меценюком И тогда была спроба Ци 2,5 миллиарда гривен Перераховать на основные фирмы И Арсеній Петрович 7 травня 2014 года Подписывал распоряджение уряду Про те, чтобы перераховать на фирмы Подставные Юрия Янакиевского На 11 подставных фирм Ці гроші Тоді мы подняли скандал Мы обратились в Генеральную прокуратуру Порушили криминальную справу Оголосили подозру Иванюшенко И это все заблокировалось Но с того времени Прошло уже почти 2 года И мы, Украина Повинны были подготовить проекты И выкористить эти деньги Зараз мы имеем уже Фактически миллиард 700 миллионов гривен Яки мы должны повернуть На начале следующего года Японцы Потому что Украина их не использовала И это означает, что уряд Вважает, что Украине эти деньги не нужны Наши бедные Украины Яка отримается Фактически будут На модернизацию Это гроши, которые идут Або на энергоэфективность О чем, кстати, говорят На все еще Те, что погодится Те, что погодено Відповедными угодами с японцями Но тут еще не все Это все не вся история Під конец года Уряд и Минэкологии Фактически Минэкологии Проводят тендер Державного предприятия Минэкологии Для того, чтобы заменить Эти лампочки Вудочное освещение А так же и в помещениях На энергосберегающие LED-лампы И проводят публичный тендер Величезная кількість Тендерных пропозиций Лоти, соответственно И, очень удивлым чином Виграют всю эту велику Кількість грошей Это близко миллиарда гривен Виграют пять компаний И одна из них Виграют на сумму Сумму тендеров Близко 480 миллионов гривен Майже пів миллиарда гривен И, когда начали Вясняти, виявляються, что Власником цієї компанії И директором Одночасно цієї компанії И громадян Украины Який прописан в Донецку Який неодноразово притягивается До адміністративной Отповідальности За хуліганство В стане алкогольного пьянения И ця чудова компанія Яка не є Ни виробником Ничим Виграє близко Пятьсот мільйонів гривен От цього тендеру Киотских грошей Он перекупщик А на кожному тендері Як ви розумієте Багато пропозицій Там 10 компаній 15-14 пропонують І тендерний комітет Відхиляє всіх Крім двох компаній Оцю чудову компанію І іншу Яка так само В цьому році І до речі В цій компанії Напередодні З 2 місяця до цього По мене все директор І власник І така саме інша компанія Яка йому постійно Підігрує І тільки ці дві компанії Допускаються до торгів Про що йде мова Мова йде про те Що це Вірогідно Можливість вкрасти Негайно Ці 500 мільйонів гривень І уряд На цьому тижні Приймає рішення Про те Щоб під цей тендер Під цю закупівлю Дозволити 70% попередньої оплати Це означає Що завтра 30-го числа Повинні бути підписані угоди Тому що тендерний комітет Цього державного підприємства Примін екології Проігнорував Рішення суддів Які зупинили цей тендер На ці кричащі Ці порушення Проігнорував І хоче завтра 30-го числа Підписати Ці всі угоди Для того щоб Завтра або післязавтра Перерахувати 70% Від суми Близько 800 мільйонів гривень Це складає 560 мільйонів гривень А от скажіть Таким чином Мало того Міністерство фінансів На засідання уряду Було категорично проти Державна фінанспекція Була категорично проти Ну як могло бути Прийнято рішення на уряді Якщо за таку передоплату Не був би Арсеній Петрович Звичайно Прем'єр-міністр був за Тому такі рішення Було протягнути І в кінці кінців Вийшла така ситуація Що ми можемо Не тільки Вернути кошти В розмірі Щонайменше Мільярд 700 Українських грошей Які мали б бути Урядом Двома урядами Використані Але вони чомусь Не використані А ще до того Ті гроші На які провели тендер Щонайменше Півмільярда гривень Має бути вкрадено Мало того Коли ця фірма Визначалась як переможцем То її цінова пропозиція В два-в два з половиною рази Була вищою Від тих всіх інших Цінових пропозицій Ви проголосували за Прозоро Я не знаю Голосували ли ви Ми голосували за Прозоро Система Прозоро Ми вважаємо Що це єдиний спосіб Проводити нормальні Електронні закупівлі Це правильна система І взагалі Ми вважаємо Що ті керівники Які сьогодні Не борються з корупцією А намагаються В такий спосіб Її очолити Вони просто повинні Ви бросили таку Чорну І дуже тревожну тень На Арсенія Петровича Зараз тут Ви говорите 500 мільйонів гривень Тоже немало 500 мільйонів гривень Завтра буквально До 30 декабря Будуть перечислені Некій компанії Которая зарегістрирована В Донецькі Ні Яка зарегістрована Не в Донецькі Але директор якої Зарегістрований в Донецьку Прописаний в Донецьку Дебошир По своєй біографії Я правда не зовсім понимаю Як вони зв'язані С прем'єр-миністром Але це треба ще Будет понять А може бути І будуть вам Почти Тоже ж може З цього приводу Мало того Що ми сьогодні Зробили офіційний брифінг Прес-конференцію Ми звернулися До президента України До Національного Антикорупційного бюро До Генеральної прокуратури До Служби безпеки І дуже сподіваємся Що поки ці всі люди На місцях Тому що до речі Коли ми зупинили Можливість вкрасти Кошти так само Цього кіотського протоколу В травні 2014 року То нікого ж навіть Не арештували Інаківський втік Йому начебто оголосили підозру Але жодного чиновників Не арештували Тому ми зараз Просимо Всі наші правоохоронні органи Поки всі на місці Дуже уважно Спостерігати Як зараз все буде відбуватися І зробити все Щоб випадково ніхто не втік І зробити все Щоб випадково Ці гроші Які будуть зараз Розподілені таким чином В такий спосіб На цьому тендері Так само Нікуди не пропали Тому зараз і всі можливості Продемонструвати Нову якість Нової правоохоронної системи І ми відповідно Маючи нагоду Звертаємся до ще раз Користуючись Можливостю вашого телебачення Звертаємся до керівників Всіх правоохоронних органів Дуже швидко Включитись в цей процес Я благодарю Юрия Дерев'янко Народного депутата України Члена партии Воля за цю беседу Я надіюся Що правоохоронні органів Будуть виконувати Свої функції Як мінімум І не дозволять Украти 500 мільйонів гривень Ну що це В нашій ситуації В любій ситуації Це неприємлемо А в нашій Це навіть обидно Побучається І дуже добре Щоб хтось сказав Чи будуть Денести державі збитки При поверненні Мільярд 700 мільйонів Українських коштів Які будуть повернені Японському Японській стороні За невикористання цих грошей А рахуючи Власне тут Ощадбанк Я там скажу Що ці гроші були На рахунках Укрексимбанку І абсолютно очевидно Що було вигідно Кому Щоб ці гроші Які є безвідсоткові Безнякі Знаходились на рахунках Цих банків А паралельно Кредитувалися Тим Той бізнес Кредитували Ті банки Які Буть причетними Чи дотичними До оточення Урядовців Тому що І Ощадбанк І Укрексимбанк Це ті державні банки На формування Керівництва якого Пливає уряд Тому абсолютно очевидно Що ця бездіяльність Злочинна Вона не була Просто така Знаєте Волонтерська Вона була Мабуть Добре оплачена Враховуючи Що У нас ставка Рефінансування 22% Порахуйте Навіть за ставку Рефінансування 22% На 2,5 млрд Рік Це Небагато Немало Складає Близько 500 млрд 500-600 млн грн Щорічно При повній бездіяльності Таким чином Ви можете отримати 500-600 млн грн При повній бездіяльності Без врахування Інтересів Українців З рахунок тих коштів Які прийшли Які мали би В їхніх інтересах Працювати А потім Вернути все Японці назад Тому Це потребує Ретельного дослідження Ретельного дослідження Вор должен сидіти в тюрмі І я надію Що когда-то Ми увидим Этих ворів В тюрмі Этих без імін Тому що Мало ли Ми ошибаємося І не тих називаємо Благодарю вас Щораз Юрій Деревян